Вот, допустим, смотрите, я рассказываю, допустим, человек ведет себя неправильно, в силу тяжелой судьбы, да? Я принимаю сначала его, потому что его поведение принимаю, то есть принять означает понять, что это моя судьба, а не его. Раз я с ним живу, значит, я сам когда-то так же делал, я это пытаюсь перевалить, я это принимаю, то есть это означает, что я перестаю для него быть врагом, а когда я становлюсь для него другом, тогда я могу его поменять и даже наказать. Допустим, даже чтобы наказать человека так, чтобы он понял, все равно надо быть другом для него. Допустим, маме, чтобы наказать своего ребенка, чтобы он понял, нужно сначала быть доброй, то есть принять его. Вот, допустим, он двойку получил, не надо сразу его ругать, надо сначала успокоиться, понять, что ничего страшного, все будет хорошо, успокоиться и потом дальше начать с ним общаться, а почему ты получил двойку, что-то, расскажи, ничего страшного в этом нет, расскажи, что произошло, и пытаться понять, то ли у него тяжелый период в жизни, он не может учиться, ребенок, то ли он не хочет, то ли он обиделся на учителя, что произошло, то есть надо разобраться. И потом она ему постепенно объясняет или перестает с ним разговаривать, наказывает, но при этом все это делает по-доброму. То есть пока человек не принял, он не может делать по-доброму, а это означает, он не может сдвинуть ситуацию с места, он не может быть победителем, такой человек. Даже когда человек сражается с врагом, он должен вести себя по-доброму, иначе он сойдет с катушки, то есть он не сможет управлять своими эмоциями. Для того, чтобы победить врага, для этого нужно быть благородным сначала, то есть сначала его принять право воевать, сражаться, убивать, а потом уже наказывать его за то, что он посягает на твои права. Ну то есть это путь сильных, а есть еще путь слабых, когда человек не принимает, а просто сразу начинает сражаться. И он делает близкого человека врагом. В результате, ведь цель-то какая-то любовь между мужем и женой, цель дружба, а получается, что дружба, наоборот, еще меньше становится, а появляется вражда, то есть, ну чего добились? Ничего. Поэтому вот эта концепция, что если я принимаю, значит я проиграл, она идет от неправильного представления, что такое принятие. То есть если я принимаю и вхожу в униженное состояние, типа я согласен со всем, что происходит, то тогда в этом случае вы правы. Это неправильно. А если я принимаю не потому, что я согласен с тем, что происходит, а потому что это моя судьба, и я согласен со своей судьбой, что меня наказывают, вот тогда я начинаю становиться победителем. И это путь сильных людей. Путь сильных людей. Причем интересно знать, что я сейчас об этом говорю, и у вас внутри такое напряжение начинается, ощущение, что очень как-то тяжело. Вот этот горький вкус всегда идет перед сладким. То есть если ты все-таки принял человека, то ты становишься рядом с ним спокойным, доброжелательным, и он постепенно начинает тебе доверять, и открывать свое сердце, и говорить тебе, вот так и так. Вот допустим, когда у меня жена делает что-то не так в жизни, я долгое время пытаюсь принять сначала, принимаю, принимаю, потом раз, принял. И она не чувствует сначала, что она делает что-то не так. Ну раз я не сопротивляюсь, значит все нормально, вроде бы. Но так как я не потакаю этому, не потакаю, то есть не пляшу под ее дудку, а просто в принципе, ну говорю, ладно, хорошо, вот так, как есть, ничего страшного. Она потом сама уже мне подходит и говорит, слушай, наверное, я делаю что-то не так. Она мне говорит уже. И я ей говорю, нет, нет, все хорошо, все так, ты научишься постепенно, я ей говорю. То есть я не говорю, что она плохая, я говорю, ты научишься постепенно. И она чувствует защиту, что я как бы понимаю, что это не так, но при этом спокойно, нормально отношусь. И она тогда начинает энтузиастично меняться к лучшую сторону. Вот такой путь. Первый шаг принятия, второй путь, второй шаг расслабления близкого человека, третий шаг, его, включается его совесть, четвертый шаг, поддерживать его в изменениях, в исправлениях. Но есть исключительные случаи, например, близкий человек решил изменить и изменил, да? Вот тогда в этом случае я принимаю судьбу, но при этом я не приближаюсь к нему. То есть я ему показываю, что мы будем жить вместе, это все нормально, но у нас близких отношений не будет, потому что ты, и это тоже нормально, ты выбрал близкие отношения с другим человеком, а если я с тобой близкие отношения совершаю, то я веду себя как проститутка, а я проституткой быть не хочу. Поэтому я просто с тобой живу, забочусь о тебе, а ты уж сам реши, как тебе дальше жить. И человек постепенно трезвеет, он начинает понимать, что это не способ жить, вот так обманывать близкого человека, изменять ему. И он в результате раскаивается и встает на правильный путь, а ты отрабатываешь свою судьбу, потому что эта ситуация была дана тебе, именно тебе, для того, чтобы справиться от твоих проблем. Если бы вы видели свое прошлое, если бы вы видели, как вы в прошлой жизни ломались в мужском теле, вы бы поняли, почему вам эта ситуация дана, если бы вы видели, как ваша жена страдала тогда и мучилась от того, что с вами происходило. Каждый человек всегда получает только то, что он сам делал когда-то. И он всегда входит в ту ситуацию, которую он сам создавал когда-то. Так устроена вся наша жизнь. Но понять это, увидеть, непросто. Для этого надо быть очень-очень внимательным, надо изучать эти все процессы, законы. И сначала человеку можно просто поверить тому, кто уже понимает. Видите, я вам сказал, что я уже знаю ситуацию раньше, чем вы мне объясняли, объясняли. Я знаю, что происходит. Я знаю, что он неправильно себя ведет. Но все равно вы ничего не можете с этим сделать. Если вы будете его сейчас гасить, то он просто уйдет из семьи. Он просто останется один. Не то, что он кому-то уйдет, он идет просто, чтобы ему легче как-то переносить эту ситуацию было. Потому что ему очень тяжело сейчас жить. У него сейчас плохой период очень. И это, естественно, и на вас кажется, потому что плохой период близкого человека – это также и мой плохой период. Но кажется, вроде за что. Вроде я-то нормально все, а он ненормально. Но вот плохие периоды иногда не через меня действуют, а через близких. Мои плохие периоды. И надо это принимать. Иначе ты лишаешься человека просто. Ну, то есть, в чем ваша как бы трудность? Вы перепутали унижение с принятием. Унижение – это непринятие. Когда человек унижается, он никогда не принимает. Унижение – это непринятие. Унижение – это непринятие. Это не унижение, это просто победа над судьбой. Или когда я мою грязную кухню, мне придется унизиться с тем, что я начал это делать. И потом я очищаю, она становится чистой. Ну, то есть, надо просто понять, что здесь нет никакого унижения. Когда человек работает над своей судьбой, это никакого унижения в этом нет. Это хорошо. Закатал ручки, рукава, и пошел трудиться над собой. Но большинство людей не хотят закатывать рукава. И существует такая идея, что типа, чем ораться-то, лучше бросить, и все. Чем мучиться-то? Жизнь прекрасна и удивительна. И, кстати, понимаете, проблема заключается в том, что современная психология это поддерживает. Они говорят, а вы не парьтесь. Вот если человек, допустим, тяжело близкому человеку, вы не парьтесь, вы просто подальше держитесь от него, не парьтесь, пускай он сам там со своими проблемами живет. Они не понимают, что это не его проблемы, а мои проблемы. Его судьба — это моя судьба. Но, с другой стороны, чрезмерное приближение сжигает человек. Дистанция нужна. Именно такая, чтобы себя сохранить. Вот это тоже отдельная тема, конечно, для беседы. Никогда не нужно чрезмерно страдать в отношениях. Чувствуете, мордобой пошел, оскорбление. Нужна дистанция. Иначе ты себя потеряешь просто, и отношения потеряешь. Меня хорошо слышно, нет? Нормально всем? Спасибо вам большое. У нас идут ответы на вопросы. Вот, да, вы. Сзади вот женщина. Нет, еще дальше. Что-то нереальное, что я попал на вашу лекцию. Я тоже нереальное, что я попал на вашу лекцию. Я три года слушала ваши лекции, и я на сегодня с вами не могла, что я буду сидеть в вашу лекцию. И хочу сказать вам, вот за эти три года, слушая ваши лекции, у меня на душе возник какой-то фундамент. Такой сильный, хороший фундамент, которого раньше не было. Сейчас, значит, тяжелый период в жизни. Да, правильно, держу это. Да. Да, это Бог в душе вашей, говорит, Бог. Да. Я не смогла выполнить все ваши наказания. Указание. Продушилась семья. Продушилась семья, он не пришел с другой, а я не стала ему задерживать. Понимаете, я не стала за него бороться. Нет, задерживать невозможно. Как вы это задерживаете? Я думаю, что даже он сейчас прекрасно, он же счастлив, он в виде доли, и я даже, может быть, не очень счастлив. Это называется несчастлив. Несчастлив, он находится, он купается в сладких испражнениях. Он думает, что это мед, а это оказывается не мед. Ну, то есть он как бы думает, что он сейчас как бы находится в сладком таком нектаре. Ему так кажется. Но сладкое может быть только то, что Богу угодно. А то, что против Бога делается, это всегда наказание. Потому что все виды ядов, самые смертельные, они имеют сладкий вкус. Ну, допустим, синильная кислота, она сладкая на вкус, но приводит к смерти. Когда мотылек летит к лампе, для него самое приятное – это свет. Вот мотылек балдеет от света. Он, когда летит на свет, он думает, господи, супер просто, супер. И потом обжигается и погибает. Точно так же рыба, она испытывает огромное счастье от вкуса. Человек не может так наслаждаться вкусом, как рыба наслаждается. Ее аж трясет от вкуса. И она, когда вкусная червячка берет, даже если он колется, там что-то колется, она думает, надо еще раз попробовать такой вкусный. Ну и в конце концов попадает на крючок. Так и человек, он и для него самый вкусный, самый большой сладкий вкус – это секс для человека. И он на этот крючок лезет, он не знает там, что там будет дальше. Ему сейчас вот важно, что сейчас. И это происходит из-за того, что, ну, как бы с возрастом человек должен осознать, что есть выше чего-то влюбленности, обычной человеческой влюбленности, что есть Бог, есть чистота. Вот то, о чем я говорю. Человек должен это с возрастом осознать и стать сильнее вот этого полового желания. Человек должен. Но если человек не становится сильнее, он попадает в засаду судьбы. С одной стороны, он своим близким дает возможность посовершенствоваться, стать сильнее. А с другой стороны, сам он попадает в засаду судьбы. И схема там такая. Сначала я сильно влюбляюсь, начинаю зависеть от человека. Потом человек этот, от которого я завишу, гордится собой. И не пройдет и четырех лет, и эта женщина жестоко бросает вашего мужа. То, что я вижу вот эту схему. И он, если не будет дураком, то вернется к вам назад. А вы можете не обязательно ждать, не обязательно ждать. Вы можете за это время уже найти себе кого-то другого. То есть он вас бросил, вы его подождите какое-то время, поставьте срок. Допустим, скажите, я тебя жду. А это уже не ваш выбор. Вы не имеете права, иначе вы его бросаете. И тогда будете за это отвечать. Вы говорите ему, я тебе ставлю срок полгода, допустим. Я тебя полгода жду. И ждите, ни с кем не встречайтесь, не общайтесь. Если вы, вы делаете такой, ну, такой, вы перед Богом это говорите. Потому что вы не понимаете сейчас, что вы наказаны за свои прошлые поступки. Вы наказаны. И должны отбыть свое наказание. Полгода вы должны быть наказаны. Все, ставьте срок. Я тебя жду. Напишите письмо. Скажите, я могу тебя простить. Можешь вернуться. У тебя есть полгода. Если он вернется, простите его. Люди все очень глупые. Не надо половые отношения ставить как что-то святое. Понимаете? Человек просто глупое существо. Он поддался на это влияние. Разум смутило. И все его понесло. Так бывает со всеми людьми. Если вы будете его осуждать, вы попадетесь в ту же засаду самую. Если человек кого-то осуждает, он при нему приходит создавать тот же самый экзамен потом. Вот допустим, я бы никогда так в жизни не сделала, как он. Допустим, вы так думаете. Хорошо. Господь записал там. Хорошо. Проверим. И дает такую же ситуацию вам. И скорее всего, вы попадете в капкан. Не сможете справиться. Потому что есть признак того, кто может справиться. Он не судит. Этот человек. Он знает, насколько тяжело справиться, и поэтому не судит. Ну, допустим, человек тонул в проруби, да, там, допустим, льдина откололась, он упал, и он выплыл, да. И как кто-то другой тонет, и не выплыл. И он его не судит. Потому что он понимает, что он сам еле выкарабкался оттуда. Как теперь его судить, этого человека? Тем более, знаете, я вам скажу такую вещь, что вы, когда были молодой, вы предали одного человека. Ну, его чувства предали. Не, ну, не стали ему отдавать свою жизнь. Даже уже в этой жизни вы так поступили. Не так сильно, как он, конечно, но в какой-то степени забыли уже. Я вам скажу не как-то он не единственный допустим. Да? Сейчас посмотрим. А, это, да, это не из этой жизни. Не из этой. Ну, вот, вот так вот. Что делать? Мы вот, все, что происходит, мы это заслужили. Вам спасибо, что трудитесь над собой. Вам очень сложно сейчас, я понимаю. Человек для чистоты живет, а не для грязи. Жить с грязью невозможно. Но и никто не заставляет. Вы просто выполняйте свой долг. Вы ждите человека, чтобы он вернулся, а там дальше можете жить отдельно от него, пока он не раскается. Ну, то есть, есть разные варианты. Но, самое главное, никогда не гордитесь с собой. То есть, я тебе, иди отсюда, я не хочу, чтобы ты возвращался. Это гордость. Зачем-то? Так думать не надо. Если вы будете сильно себя вести, вы станете такой сильной, что вас никогда-никогда никто не сможет предать. Становитесь сильной. Вот девушка сзади светлая. Шапочка. С ребенка. Чаще я не могу приезжать. Спасибо вам за ваши слова. Спасибо. Просто чё? То есть, надлом наступил, вот эта стадия, надлом. Ну, ей надо осознать, что она неправильно жила. Но она настолько страшный человек, она настолько позитива в этой материальной независимости. А это действительно таково, что у меня маленькая семья, и наша продажа в том, что все в том, что все должны жить и не вставать. И деньги действительно не вставят. И она не вставит, если она продает, если она будет продавать, не вставит. Ну, ничего, она продаст со временем. Через полтора года она продаст. Все будет нормально. То есть, да. Вы помогите себе сначала. Вам надо успокоиться. Видите, вы беспокоитесь означает, что вы не справляетесь с этой судьбой. Значит, вам надо себе помогать. При чем тут она? Это ваша судьба, да? Помогайте себе. Сначала спокойствие. А? Переживать означает, что у вас не хватает сил. Вы пользуетесь своими силами. То есть, есть два варианта. или я свои силы отдаю, которых у меня нет, или я забыл про себя, думаю о Боге, и Бог помогает ей. Когда я переживать начинаю, значит, моих сил не хватает. Значит, я должен включить те силы, которые могут помочь. Я, допустим, лечу своего близкого человека, чувства не помогают, тогда я звоню в скорую помощь. Точно так же Господь как скорая помощь, Он может своей энергии помогать, но для этого вы должны забыть сами, перестать думать о ней сами, думать о Боге. Тогда, как вы о нем думаете, Он начинает помогать. Переживание это признак слабости и невежества души. Переживать означает лениться душой. Одна мать благословляет сына, говорит, я за тебя буду молиться, ты будешь жив. и он уходит на войну. Вторая переживает. Та, которая переживает, теряет своего ребенка. Та, которая молится, сохраняет. Переживание означает слабость, нежелание трудиться душой или невозможность. Тот человек, который способен переключиться на Бога, значит верить в Бога. Верить означает переключаться. Я переключился на Бога и Бог помогает в ситуации. Я много раз так делал и видел, как это происходит. Вам надо сделать то же самое. Не самой пытаться думать об этом, а думать о Боге, и Он будет помогать маме. Хорошо, мы начинаем нашу беседу. Рад вас всех видеть. ничто что вот я к вам боком сижу все время. Нормально? Я с вами, со всеми вместе. Мы будем сегодня прославлять женскую природу, говорить о женском характере. И развеем миф, что некоторые женщины имеют мужской характер, все женщины имеют женский характер, женщина родилась для того, чтобы быть женщиной. Вот. Просто некоторые женщины не понимают, как устроен женский характер, поэтому они думают, что у них мужской характер. Итак, у души есть три аспекта сознания. Есть аспект вечности, он общий для всех, все хотят жить вечно, никто не хочет умирать. Второй аспект сознания души это знание, то есть человеку нужно знание, нуждается в знании человек. И третий аспект души это любовь, душа нуждается в любви. Жить без любви, без любви не могут люди, час без любви, без любви пропащий час. Помогите мужчинам, девушке со стулом. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим, и даже если не любят нас. Ну, то есть девушка сильно нуждается в знании. Девушки лекции слушают просто вот так. Они просто застывают, так хотят знания получить, так они сильно слушают, нуждаются в знании. Но при этом женщина не рождается именно для знания, она рождается для любви. а знания она рассчитывает получать от мужчин. Ну, или от других людей в целом. Она хочет жить в атмосфере любви женщины, ей нужна любовь. Поэтому маленькая девочка, когда она только рождается, она уже начинает прихорашиваться, нежно со всеми разговаривать, ищет себе украшения, хотя она еще совсем маленькая, ей два года, допустим. Но она все равно уже себя так ведет. Почему? Потому что она родилась для любви. Она не родилась для знания. Но мальчик он не прихорашивается. И женская психика так устроена, что она в энергии любви очень комфортно себя чувствует. Если маленькую девочку допустим поцеловать, поцеловать щечку, мама ей целует щечку, она ей другую подставляет. Теперь сюда поцелую, теперь сюда. Вот, то есть женская женщина, она в энергии любви себя чувствует очень комфортно. Ей хорошо внутри любви находиться, в этой энергии любви. Хорошо, комфортно. Но мальчика, когда мама целует мальчика своего маленького ребенка, он такой он вроде бы нуждается в любви, но чувствует себя некомфортно, потому что у него не хватает силы это переваривать, ему тяжело. Поэтому он такой вот. То есть другими словами у нас разные рождения. Интересно знать, что душа, вот наши физиологи, физиологи, ботаники говорят, что все зависит от сперматозоидов и этих хромосом. Вот если хромосомы так как бы их загнуло, что они вот так встают, то мальчик рождается, а если вот так, то девочка, понимаете, то есть от хромосом все зависит. Это очень примитивно так думать. Веды объясняют, что когда душа сначала соединяется на тонком плане со сперматозоидом и потом идет к яйцеклетке. Но душа уже заранее знает, она хочет жить в любви или в знании. Мужское рождение предназначено для знания, женское рождение предназначено для любви. И душа уже заранее знает, она в женское рождение хочет или в мужское. Никаких здесь случайных соединений зигот не будет, понимаете? То есть будет именно то, что она хочет, душа. Ну, допустим, душа жила в мужском теле, она трудилась, работала над собой, устала, замучилась уже и хочет просто счастья. Значит, она получит женское рождение. Или женщина, допустим, всю жизнь думала, что-то мне не хватает знания, так тяжело жить, вроде бы все хорошо, но что-то вот как-то ничего не понимает, что происходит, хочется понять все, тогда мужское рождение. Если женщина в женском теле думает, а мне все нормально, я хочу любви просто, она опять женское рождение. А если мужчина думает, я что-то мало узнал, надо больше, тогда мужское и следующий раз. Маленький мальчик, когда рождается ребенком маленьким, и если вы видите, что он ведет себя как девочка, такой капризничает, постоянно хнычит, значит, он был женщиной в предыдущей жизни, он еще не успел перестроиться, у него было женское рождение до этого. Если мальчик рождается, всех бьет, такой, у него нет совершенно трус, слабостей и страха, то есть он бесстрашный такой, это значит, что он в прошлой жизни уже был мужчиной, у него следующее мужское рождение. Если девочка рождается, такая нежная, такая ласковая, ко всем хорошо, относится с самого детства, значит она была в женском рождении в прошлой жизни. А если она со всеми дерется, родилась, значит она была в мужском, но рано или поздно, даже если девочка дерется, она потом постепенно становится женственной, привыкает к женскому телу. И мальчик тоже, который капризничает, становится мужественным со временем, привыкает к мужскому телу, душа. Так идет процесс развития человека. Интересно знать, что к старости допустим, часто мужчины становятся такими очень послушными, такими добрыми. А женщины такие они везде лезут со всеми пытаются разобрать бабки такие, особая форма жизни. Все как бы контролируют. значит, эти бабки в следующей жизни будут мужчинами рождаться, они готовят себя к мужскому рождению уже в старости. А мужчины такие, божьи одуванчики, такие дедушки будут женщинами в следующей жизни. А вы хотите про варианты услышать? Хорошо, сейчас про варианты поговорим. Вот смотрите, если человек стремится к самосовершенствованию, самосовершенствованию и ведет себя как надо, то он рождается, допустим, в женском теле с совершенным женским характером и совершенными женскими желаниями. А мужчина, который в прошлой жизни жил как надо, будучи в женском теле или в мужском, он рождается в мужском теле с совершенными мужскими желаниями и характером. Ну, конечно, может быть не полностью совершенным, но стремящимся к совершенству. Если человек жил неправильно всю свою жизнь, допустим, женщина жила неправильно всю свою жизнь, то она теряет хорошие женские качества, и в результате она становится слабой, как женщина. В чем заключается женская слабость? Женщина становится капризной, слишком чувствительной, раздражительной, болезненной, ослабленной, безвольной, становится депрессивной, у нее начинаются по-женски сексуальные расстройства в виде сильной боли при половых отношениях, там и так далее. То есть она рождается как женщина ослаблена, это первый первый этап деградации человека. То есть женщина женские качества имеет характера, но при этом слишком чувствительной, ослабленной. Мужчина, когда не работает над собой всю жизнь, потом опять в мужском теле рождается, он становится таким? Он становится по-мужски ослабленным, то есть он становится гневливым, злым, раздражительным, упрямым, властолюбым, там чрезмерно обвлекается сексом, то есть мужские естественные недостатки проявляются, безбашенным становятся. Понятно, да? Теперь дальше он всю жизнь женщина вот уже имея женские недостатки естественные, чем больше у женщины женские недостатки естественные, тем сильнее она стремится к мужскому началу, потому что ей сильно не хватает баланса в этом случае. И в следующей жизни, если она не работала над собой, она приобретает следующий вариант, то есть это уже следующее рождение, да? Она приобретает такой вариант, что она рождается в женском теле, но при этом у нее недостатки уже мужские в виде сильных качеств характера, то, чего она стремилась, она хотела быть женщиной и стремилась к мужскому началу, но она так как не отработала женскую карму, она рождается опять женщиной, но при этом она рождается уже с мужскими качествами, то есть она становится грубой, волевой, ну даже не грубой, волевой, она становится напористой, трудолюбивой, как бы такой жесткий стиль имеет, деловой такой стиль, то есть она становится как бы женщиной с мужскими достоинствами, а мужчина вот с мужскими недостатками, гневливость, там он сильно женского не хватает, поэтому у него и похотливость сильная, потому что когда мужчина не уравновешен как мужчина, его тянет сильно к женщинам, в результате в следующей жизни он рождается в мужском теле, но при этом женщины с женскими качествами уже, то есть он ранимый, слабовольный, ленивый и так далее, то есть понимаете, стремится к искусству, любит готовить, дома быть, там работать не любит, понимаете, будем говорить о следующем рождении дальше, нет? Не надо? понятно уже? Надо ведь, женщина спросила, какие варианты бывают? Варианты начинают в следующем рождении, потому что когда человек еще и в этой жизни работать над собой не хочет, тогда мужчина, допустим, рождается уже с неспособностью переваривать женщин, он не может уже вынести женскую энергию, в результате у него появляется трансформация личности и вот тянет к мужчинам, у него появляется желание уже наслаждаться счастьем с мужчинами рядом. А женщина, она не переваривает мужского начала в следующем рождении, она становится, ей невозможно уже быть с мужчинами рядом, потому что их психика ее убивает просто, и у нее появляется половое желание к женщинам, то есть это не варианты, понимаете, то, что вы говорите другие варианты, это не варианты, это просто деградация личности, есть еще следующая стадия деградации личности, когда у человека уже нет удовлетворения в отношениях половых с человеком, и ему хочется половые отношения строить с животными, в переходном этапе, ему с детьми и хочется половые отношения уже строить, или со стариками, дальше рассказывать варианты, достаточно? А? Верхние варианты, это означает мужчина становится божественной как мужчина, и он сначала мужчина добивается очень хороших качеств мужских в себе, он развивается как мужчина, а потом у него хорошие женские качества развиваются, то есть мужчина, допустим, мужественный, сильный, выносливый, решительный, он потом дальше, когда все его мужские качества разлились, он становится добрым, ласковым, нежным, отзывчивым, то есть он и женские качества хорошие уже приобретает такой мужчина, а женщина, которая развилась, становится разумной храброй трудолюбивой и при этом остается женские качества хорошие имеет развитые совершенные и таким такого человека называют святым что мужчину что женщин поэтому наставником может быть и женщина она как развилась полностью как личность стала все хорошие качества имеет и мужские женские но при этом находится в женском теле потому что ее цель любовь и поэтому она все равно будет как женщина себя вести она будет любить заботиться но при этом будет иметь сильную волю сильный характер и так далее вы удовлетворены девушка я вам рассказал в обе стороны развитие имеет бесконечную природу я не буду дальше вам о развитии рассказать что есть ангелы еще выше людей живые существа это еще более развитые и так далее то есть бесконечное развитие бесконечно по природе и деградация тоже бесконечно по своей природе и Субтитры создавал DimaTorzok